Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами сегодня уже говорили о том, что подруга, портниха Пугачёва, Любовь Аксёнова рассказала, значит, много интересного. Среди прочего, она рассказала об истинных причинах отъезда Пугачёвой. Ещё раз повторюсь, что попахивает это всё, конечно, дурно, что называется, попытками, скажем так, подготовить почву для возвращения. Они, очевидно, ещё раз скажу, их отделяют Пугачёву с детьми от заморского гастролёра потихоньку, для того, чтобы Пугачёва, видимо, вернулась. Не зря говорят о том, что у неё там проблемы со здоровьем очень серьёзные. Видимо, дальше гастролировать вместе с ним по заморским странам она уже просто не имеет возможности по здоровью, поэтому нужно возвращаться домой, я как понимаю. И вот что пишут. При этом Аксёнова понимает, почему Пугачёва связала свою жизнь с внесённым в перечень физлицы, полночной функционально-странного агента, на территории РФ, связаться с министром РФ Галкиным. По её мнению, он смог её быстро очаровать. Они были в Кремлёвском дворце. Пугачёва и, скажем так, звезды первой величины сидели отдельно, но Галкин просочился туда целенаправленно для того, чтобы познакомиться. И она говорит Аксёнова, мозги запудрить он умеет, как никто. Да потом ещё и история эта с детьми получилась. При этом она говорит, что у Пугачёва было немало, друзья, мужчин очень достойных, но, собственно говоря, вклинился Галкин. Я думаю, артист, который выходил между Гальцевым и Дроботенко в аншлаге и пародировал голоса политиков и других публичных людей, очень хорошо понимал, что, собственно говоря, его ждёт, если он не познакомится с кем-нибудь, а уж если из Пугачёва выгорит, то это будет супер. Ну а уж если дети, то это уже верняк. Поэтому, собственно говоря, не снимаю никакой ответственности с Пугачёвой. Мне было достаточно посмотреть с полгода назад, кадры можете тоже посмотреть, в Яндексе набрать, я уже говорил неоднократно, новая волна 2014 год, посмотреть, во что одет Пугачёва, и после этого отпадают все вопросы. Но, тем не менее, конечно, здесь момент есть такой. Но я думаю, что, учитывая её интервью 90-го года, где она говорит, что вот сейчас вот женщина из России говорит, что здесь вот так вот жить надо правильно, вот если бы она там побывала, на Западе, она бы сейчас так не говорила. У самой Пугачёвой это всё уже было... В общем, они нашли друг друга, и в плане позиции. Она у них одинаковая, не... Он, может быть, на неё повлиял с точки зрения отъезда, потому что она понимала, что здесь ей ничего не грозит особо. Да она и говорить ничего не собиралась. Но в плане позиции она у неё точно такая же, как у него. Я убеждён, и это было понятно с самого начала. Поэтому сама, что называется, она всё сделала тут. Но выставляется немножко по-другому сейчас выгодно, по всей видимости. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда... А ну, Галкин, конечно, то, что запудрить мозги, что он браком с Пугачёвой решил для себя фактически все вопросы, это так, я считаю, и есть. Потому что именно после этого он вылез на федеральные каналы, ведущим самые такие кассовые программы забрал. И сегодня вечером и программа про детишек, и там, и везде. И вдруг он стал уже не пародистом, а уже с заявкой на сатирика, хотя там сатириком никогда не пахло. И уже ведущим на Ютьюбе он везде был. Поэтому для него это было выгодно, конечно. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников. Политика с моими комментариями. Всё самое интересное в телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Друзья, и обязательно подпишитесь на канал Будда Гришна на платформе Рутюб. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.